что у вас я хочу продолжить тему вчерашнего суда в секторе боюка то дело которое находится на рассмотрении госпожи ойди если бы была возможность снимать каждое заседание было бы видно как прокуратура причем не только нынешнего скажем созыва под нынешним генеральным просто оказывает воздействие на суде даже самого креативного даже самого эрудированного и настроенного на исполнение закона вот обратите внимание рассматривается дело без единого доказательства в моем отношении без вообще единого были уже заслужены ряд свидетелей которые показывают на двух фигурантов имеющих нахождение в деле против меня все свидетели говорят не знаю не видели и так далее есть один свидетель чьи показания находятся в деле человек дает признательные показания против себя самого то есть он полностью признается в организации финансового преступления свидетель свидетель и он у них проходит как свидетель есть еще ряд лиц которых интересно было заслужить три раза суд откладывался потому что прокуратура не может предоставить этого свидетеля в суд по нашей просьбе моей моего адвоката судья просила прокурора обозначить сколько ему надо дней чтобы этого свидетеля достали все остальные они обо мне вообще даже не слышали и показывают на конкретных виновников значит прокурору было дали на один раз 12 дней он не справился значит суде он сказал что вот они пытаются приводом покинул территории нашей родины и так далее ему дали еще раз 12 дней опять он не мог обеспечить явку свидетелей вчера при вашем участии прокурор взял больничный я инвалид второй группы мне больничный никто не даст он мне не нужен если ковид может быть ковид все спишет боюсь что прокурорский ковид сопряжен с тем что тот ряд доказательных которого мы ждем и который мы затребуем следующем заседании и которые могут действительно являться доказательством вины но только тех кто не проходят их свидетели как по делу номер один мы их не увидели так и не увидели вот что страшно и мания прокуратуры в принципе какая вот так тяну 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 стороны расхолаживаются свидетели не могут доставить одно второе потом надавливают на судью и даже в отсутствие сторон принимается обвинительное решение на колоссальные строка восемь десять лет у меня таких три дела фейк без единого доказательства ревизионный порядок 7 лет добиваемся и каждый раз есть новые основания новые доказательства все основания не можем пробить ревизионный порядок потому что это будет полный крак работы прокуратуры на правду характерно другое что вот мне как большинство людей честно говоря все равно тот генеральный прокурор не тот генеральный прокурор большинство людей никогда этим вопросом не интересовало важно чтобы во главе генеральной прокуратуры стал человек который исполняет закон и следит за тем что прокуратура работала именно в таком случае но почти 13 лет как я вплотную сталкиваюсь с прокуратурой сколько генеральных у нас уже сменилось никто не посчитает но прокуратура работает всегда по одному и тому то есть либо деньги либо телефонное право или договорное право или какое-то другое и никогда там где где вопрос идет о сотрудниках исполнительных учреждений сотрудников полиции сотрудников прокуратуры никаких движений не происходит и в тех случаях когда клиент дал время в свое время глава адвокатской коллегии господина миколотяев чётко и подробно каналу н4 дал по недостойные интервью и достойные комментарии по этому поводу с тех пор не изменилось ничего прокуратура как попирала закон так и попирала сейчас все возмущаются да господина генерального прокурора как бы незаконно без соблюдения процедуры арестовали а почему никто не возмущается что так арестовывать все граждане это то о чем писал азерл дегатор орган про ориентированные на нынешнюю власть и написали правосудие не для всех прокуратура не для всех сколько раз была скомпрометирована прокуратура это ли не основание для того чтобы нынешней прокуратуре под любым генеральным выходить со здоровой долей скепсиса и проверять или перепроверять их действия должен быть нейтральный орган независимый который контролирует действия нынешнего прокурора потому что прокурора меняется инсинуации из публикации на данном этапе мы вчера все посмотрели может быть когда почитаем больничный но только без всяких больничных этих людей по делу номер один тогда же когда должно было рассматриваться еще 10 лет назад это дело точно так же годами прокуратура не могла привести в суд эти годы курт азиапелл не приводились ни господин радуши англия где он находится неизвестно ни господин барли бою люди дают разные показания я очень жалею что нет возможности провести вот такой блогерский мониторинг каждого заседания суда это дело значимо потому что здесь очевидно работа прокуратуры вернее ее отсутствие вот так как она работает против простых людей а который год уже в этом суде это дело я скоро два года я вас снимал когда вы еще в заключении были но факта быть относятся к 2009 году 12 лет назад 12 лет назад и самое главное это дело находится совершенно в одном ракурсе с делом номер один которая надо мной висела почти десять лет там то о чем мы говорили вчера мы обращались высшую судебную палату четыре раза и если изначально принимали справедливое решение судьи высшей судебной палаты под нажимом прокуратуры все-таки дожали и осудили хорошо я уже отсидела и час по мотивам 2009 года еще один ты а какой интерес у прокурор прокурора затем вы им за за решеткой значит я могу только предполагать понимаете там где знаю наверняка вот то что мы сейчас видим парке мы снимаемся на виду это понятно это сто процентов что подразумевает прокуратура могу только полагать сейчас как раз идет речь о банковских преступлениях борьба с отмывкой денег и извините за сленг поставить птичку раскрыть и раз заработать может какие-то звезды я не знаю чем их награждают и что от них требует и есть у них какой-то план по раскрытию или правом сопровождению дел суд или нет не могу сказать может быть есть какой-то норматив то если дело передано в суд прокуратура должна добиться скажем обязательно того чтобы осудили человека на которого подали но я думаю там где прокуратуре платят деньги и это знаю не по нас и готова ну как вам сказать я не единственный человек который это знает в вашем случае кто мог заплатить как я себе вижу события вот моей приступе были два банкира господин шэндлер и господин барлибо в самом начале еще в 2009 году когда дело только принимала оборот когда вскрылся эпизод с полумиллионом долларов который сейчас мы до него дойдем потому что их не свидетель дает против себя показания я организатор группового хищения денег то есть он вот мы сейчас бы бы если бы его явился прокурор я бы зачитала его показания это манила приточили в суд его просто встала и прочла его собственные показания есть в этом деле да есть но как я себе вижу в 2009 году чтобы уйти от проблемы естественно два обеспеченных человека один замдиректор апеллиала мудринку банка шэндре раду 2 на достаточно высокой должности мои багро и банки были боюли они просто заплатили денег прокуратуре и выявили из этого дела в качестве свидетелей все им нужен был козел отпущен правильно и вместо шэндре нас летом нашли козу отпущения был еще один козел такой вовли на федуар но тот был на воле и видать собрал деньги для прокуратуры уехал никуда это моя вес но значит потом наверное через год или тогда же вскрылся еще один эпизод вот средства на июня и предприимчивая прокуратура решила с банкиров посчитать еще разок деньги мы либо так и остался у них свидетелем а шэндре ухитрился даже годика три назад посидеть полу 13 и вот там я его увидел один единственный раз за 12 лет обрадовалась как родному думаю о но зато буквально следующий день после встречи меня перевели сразу на другой но в тот день когда мы увидели шэндре он кричал я все верну я рассчитаюсь я все заплачу ой 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 только то есть он понимает что виновен есть еще куча нюансов шэндре выходил на меня по делу номер один вместе со своим первым адвокатом и пояснил как вы посмели это сделать он говорит это была наша позиция защиты то есть меня подставили местами а как я казалось берегу с обычный залоговый кредит я получила и выплатила и закрыл пользоваться деньгами не успели конечно если я только получила кредит он зашел на счет и меня закрыли все и это подтверждено документами молден комбанк вы понимаете до такой степени прокуратура даже не стараются даже ну палец о палец не ударяют чтоб хотя бы красиво все дела дела все шиты и те что это некрасиво за каждым стоит прокуратура и я не продолжила своим видно шэндрю привлекли еще раз он видны чего собрал денежку при коррумпированности наших органов что тут еще это лежит на поверхности и вышел где теперь шэндре одному богу известно его приговор чисто номинальный при тех признательных которые он дает сам против тебя у него там что-то условно что-то лайцово то есть я так понимаю где-то вот я думаю господа как так я сидела семь лет околечено полностью при отсутствии вообще каких-то улиц доказательств и чего это не будет и сейчас мы так тяжко ревизионный порядок пробиваем почему потому что сейчас только копни любое из трех дел и все вот это дерьмо полезет наружу оно там прямо в делах и содержит не надо ничего искать ничего не добыть начинаешь листать с первого второй третий документ что подарок сейчас вы паилка я вышла я вправе в течение полугода предъявить свои претензии имущественные в том числе и я им показывала вот я обратилась сегодняшний днем вот ваш офицер выполняет процедуру все что касается переводчика предполагаемого причем я потерпевший я говорю вот как меня задерживали ночью ни адвоката ни переводчика ни третьего лица не понятых ни третьих лиц у меня изъято было все документы фирмы ценности на 12 тысяч впоследствии следователем ИП Баюкан пояснила что ее с ней помогали в инспекторате полиции Баюкан и исчезли ваши документы не только документы ценности у меня осталось только два документа которые подтверждают и выдали спустя три года даже не прочли эти документы в ИП Баюкан но дело уголовное сошлопали я чего хочу если бы сейчас не сняли генерального прокурора это только прерогатива прокуратуры я бы записалась на прием и попала бы генеральному прокурору я хочу чтобы просто прокуратуру привели в чувство насколько можно уже издеваться причем разные генеральные то один был то второй то третий то четвертый мне без разницы кто будет глава генеральной прокуратуры обязан выбирать закон это то для чего он поставлен причем во всем государстве во всей стране это моё мнение и я обращаюсь вот к наш мной любимым молдавским блогерам чтобы каждое заседание баюканского суда я думаю это для молдавского зрителя будет сказать очень интересным иллюстрации работы молдавской прокуратуры у меня все на данный момент спасибо